Добрый вечер, меня зовут Юрий Синодов, спасибо за приглашение. Я главный редактор и основатель сайта roem.ru, который пишет о российском интернет-бизнесе. Название Roem — это использующее в журналистике глагола «нарыть», «накопать» какую-то тему. Кроме этого, я директор по развитию агрегатора новостей СМИ-2. Вы его, наверное, видите. Он с разными заголовками гуляет по российскому интернету. Мы самый крупный независимый агрегатор на сегодня. Меня позвали поговорить про фейки в медиа, как бороться с восприятием фейков медиа и вообще нарративизацией медиа. Я чуть-чуть позже поясню все эти понятия. Я кроме фейков попросил добавить и добавил это слово про манипуляцию, потому что на самом деле фейки это далеко не то, что мы имеем при работе в медиа, не то, с чем мы сталкиваемся при работе в медиа постоянно. У нас тоже чуть-чуть поясню эту мысль. Давайте обсудим про фейк. Там видно не очень хорошо. Я советовал бы все-таки пересесть, потому что внизу там два-три ряда у нас пустые. А если плохо видно, я поясню. Это где-то в апреле у нас, по социальным сетям, начал гулять чек якобы из Финляндии, из финского ресторана, где человек, неизвестно кто, имя пользователя замазано, жалуется на то, что он сходил в пиццерию с названием Напули, есть такая пиццерия в Хельсинки, действительно существует, и ему добавили позицию в его заказ Это означает в буквальном переводе русский «иди домой» за 5 евро, что, естественно, вызвало его возмущение, потому что он описывает себя как человека, который всегда был, не поддерживал специальную военную операцию. В данном фейке люди спалились конкретно, потому что есть реально пиццерия, туда можно было позвонить, туда позвонили. Когда им позвонили уже 20-30 раз, они выложили в Фейсбуке объяснение, что у нас вообще чеки не такие, вот смотрите фотографию туда-сюда. Ну, по идее, это могло быть враньем, они могли и не сымитировать изменение чека и отличие от того, что выложено. Но в этом чеке, если кто-то знает про бухгалтерию, здесь неправильно начислен НДС. НДС начисляется сверху 100%, а в данном чеке он включен. И такого чека быть не может, он просто неправильный бухгалтерский, и тот, кто его делал, просто не знает правил исчисления НДСа, налога на добавленную стоимость. Ну, в результате стало понятно, что это фейк, и он не взлетел. Скорее всего, его готовил кто-то с российской стороны. И, собственно, не знаю, кто этим занимается, но поверьте, что фейки там с украинской стороны вы смотреть особо не захотите. Что делает журналист, когда он получает этот фейк, он получает задание от редактора написать что-то по этому событию. Ну, он, естественно, идет, если он добросовестный человек, он не просто описывает то, что он видит на этом чеке, и не просто цитирует этого юзера, он еще и связывается с пиццерией, или хотя бы заходит на ее страницу в Facebook, потому что сведения о том, что они оправдались, разошлись достаточно быстро. Тут, правда, нужна некоторая квалификация, потому что общаться на русском можно далеко не со всеми, надо хотя бы на английском общаться, но это тоже становится все меньше и меньше проблемой. В общем-то, английский язык у нас усвоен. И после этого можно писать статью о том, что да, был такой фейк, он не взлетел, он скучный, он неверный. Люди у нас на самом деле такой проблемы не существуют, и русских людей за рубежом так не унижают, как описывается в этом случае. Посмотрим другой пример. Честно говоря, я не планировал, что будет столько молодых лиц на лекции. Есть такой сайт «Vavilon Today», его же ведет журналист Максим Каноненко. Он собирает оттуда реальные заголовки СМИ. Это все реальные заголовки СМИ. Если на них кликнуть, вы попадете на эти новости. И это не какая-то панорама с юмористическими новостями. Это реально происходившие события. Там может быть некоторая игра слов, но на самом деле все то, что там происходит, оно действительно происходит. Даже не знаю, чтобы разручить, с учетом наличия детей. Но давайте российский дизайнер назвал Лохмотин новым модным трендом. К чему это все? Реальность наша в медиапространстве настолько широка, что выбирая какую-то тематику, я еще раз закрою дверь, мне несложно, выбирая какую-то тематику, любую, с шагом в один градус. Вы можете сформировать любую картину о России, о происходящем в России в глазах россиянина. Хотите, все россияне будут убийцей. Хотите, все россияне будут гей-насильники. Хотите, все россияне будут одеваться в лохмотье. Это, конечно, не самый отличный выбор, но поскольку здесь он выбирает самые чудовищные, какие-то дурацкие заголовки, тут такой профиль. Но на самом деле, если вы почитаете в день тысячу-другую новостей, вы поймете, что можно сделать все, что угодно. Там, что Россия, страна строителей, Россия, родина слонов, Россия, все, кто угодно. И здесь мы переходим к тому, что фейки не так страшны, как манипуляция СМИ подбором того, что они тащат и что они вообще доносят до своих журналистов. Издание называется «Vavilon.today». «Vavilon.today». Легко найти. Короче, основное, что вы… Ну, не надо сейчас сказать. Дайте лекцию закончить. Основное, что я хочу сказать, это то, что вы можете подбором новостей создать любое впечатление о происходящем в любом месте. В России, в мире, на Украине, где угодно. В США. Так, я что-то не помажу. Модная тема для журналистов. Я так понимаю, что… Есть кто-то, кто занимается журналистикой или вы просто интересуетесь? Несколько человек, отлично. Модная тема для журналистов – это то, что вы должны не просто писать какую-то новость. Это же скучно. Человек пошел, укусил собаку там, или собака укусила человека. Вы должны рассказать какую-то историю. А как человек дошел до такой жизни, что он укусил собаку? Что с ним было? Что было в его детстве? Что сподвигнуло его? То есть это должно быть какое-то эпическое полотно длиной на 5-6 прогонов экрана. А то это даже и не история никакая. Вы скучный писарка, если вы не рассказываете из любой новости, если вы не делаете историю. Но тут мы упираемся в следующее. Вот это… Забыл опять название этой картины. Надо будет уточнить хотя бы на третьей лекции сегодня вспомнить. Но подпись к ней гласит, что это не трубка. Не курительная трубка. Я думаю, что как минимум часть людей тут знает, почему это так. Потому что это действительно не курительная трубка. Это изображение курительной трубки. То есть если уж совсем быть точным, то есть на картине изображена трубка. Но сама эта картина – это не курительная трубка. Дальше. Это очень тонкий юмор. Я поясню, зачем он нужен. У Тютчева в Свекотарине Селенцевом есть шестистишее. Как сердце высказать себя. Другому, как понять тебя. Поймет ли он, чем ты живешь. Мысль изреченная есть ложь. Взрывай, возьмутишь ключи. Питайся ими и молчи. Это любовная лирика Тютчева. Утючевает вообще стихотворение о том, что очень сложно подобрать слова для того, чтобы выразить свою любовь к другому человеку. И он в итоге советует молчать и ничего не говорить. Я лично, когда это прочитал, я фразу «мысль изреченная есть ложь» ее вполне перенес на журналистику. Она вполне себе переносится. Потому что человек, который должен сформулировать некое предложение, некое утверждение, он испытывает серьезные проблемы, если его текст прочитать больше тысячи человек. Потому что самая абсолютно понятная фраза, сформулированная самыми простыми словами, один, как минимум, а может быть и больше, из этой тысячи человек прочитает и что-то там себе подумает, нечто совершенно другое. Слова неоднозначны. Слова постоянно меняют значение. Проходите. Заходите дверь, пожалуйста. Слова меняют значение, во-первых, с течением времени. Они меняют… Здравствуйте еще раз. Слова меняют значение, во-первых, с течением времени. Вы все знаете про перемену словообразования в языке. То есть язык всегда трансформируется, всегда меняется. Есть узуальное употребление обычное, есть словарное, есть то, что помечает словарь и устаревшее. Это нормально. Слова могут по-разному означать разное в разных регионах, разных местах. И на самом деле журналистики, когда вы начинаете заниматься марративом, вы, во-первых, своей игрой слова просто запутываетесь. Чем больше слов вы пишете о простых событиях, тем больше вы запутываете читателя, тем меньше людей понимает именно то, что вы хотите сказать. С другой стороны, если вы хотите в нарратив загнать, в понимание нарративной вселенной, сформировать некое восприятие какой-то проблемы, ну, наверное, приходится из любой новости делать историю. Попалывайте. У-у-у-у, народ-то. Так, закройте дверь, пожалуйста. Я приведу пример визуального нарратива. Ага, и это еще не все, ничего себе. У меня в 6 еще будет лекция. Я закрою. У меня есть пример визуального нарратива. Был такой художник, жил на территории Германии, Бертольд Вольц. Он умер в 1896 году. Его она сейчас постоянно рассматривает как человека, как непризнанного гения, потому что вот, посмотрите, какие картины. У него действительно картины, выполнены качественно с точки зрения технического мастерства живописца. У него прописаны детали. Я сейчас слева направо объясню. Первое называется в переводе «Настойчивый джентльмен». Наверное, не очень хорошо видно. Девушка одета в черном, едет откуда-то, типа, с похорон. У нее уже в одном из глаз слеза стоит, а этот что-то там с улыбочкой и хихикает, и куря сигару. У него сигара в правой руке. Что-то с ней пытается как-то весело побалагурить. Как мне кажется, человек, возвращающийся с похорон, не склонен к тому, чтобы балагурить, но деться ей некуда. У нее вон там какие-то вещи, это вагон, это поезд. Ну, то есть, куда она там сейчас выйдет? Никуда. Дальше картина средняя называется «Письмо». Видим женщину уже в ходе домашних дел. Чистила картофель, нож лежит на полу, картошка тоже на полу, конверт от письма на полу, около бидона. Полу сидит в полной прострации при слонившейся к стене. Тоже, наверное, получила некое неприятное известие на это полностью ломающие жизнь. Так, третья картина «Письмо из Америки» называется. Наверное, младшая дочь помогает там старикам, родителям, читает что-то письмо в радости. Наверное, старший брат пишет что-нибудь, эмигрировав в Штаты. В середине 19 века в Штаты была очень большая эмиграция со всей Европы, потому что в Европе было много неурожайных лет, в Европе были войны. в Европу, езжал много и из Германии, и из других стран. Почему? Это очень плохие картины. На самом деле. Искусствоведы есть? Говорите громче, если хотите. Давайте я поясню. На самом деле, то, что они плохие, оно определяется не тем, как мы на них смотрим сейчас со своей стороны, потому что к ним предъявить претензии на самом деле сложно. Технически они выполнены очень хорошо. Человек изначально придумывает некоторую эмоцию, некоторый рассказ, нарратив, он берет человека в плохом, эмоционально нагруженном состоянии. Вот, например, человек едет с похорон, понятно, что у него там на душе кошки скрибут, ему плохо, ему нехорошо, и тут еще этот прыгает, там что-то пытается с тобой какие-то анекдоты травить и курит рядом над духом. Дальше на этот нарратив навязывается ситуация, что человек находится в атмосфере, в окружении, которое не может легко покинуть, то есть тот же самый вагон, у него вещи на руках, это жаркий вагон, окно было открыто, то есть дело летом происходит. И, в общем, да, действительно видим, что человеку плохо, и его донимают всякой фигней. Видим на средней картине, что человеку тоже плохо, он даже не обращает внимания на маленького ребенка, возможно, что дочь или кто там, или очень младшая сестра. Дальше видим, что у людей, о, наконец-то мы дождались письма от интересного нам человека. Картины очень плохие, потому что до 1896 года вероятность ребенка выжить была до года, в возрасте до года, процентов 50, на самом деле. И когда вы приходите к человеку обеспеченному, который может купить вашу картину, а кто покупал картину, но явно не крестьяне, и ему показываете, что вот есть вот такая вот история, вот человеку плохо, у него кто-то умер, у него, скорее всего, за его жизнь уже умерло ну, несколько братьев, сестер, несколько родственников, потому что средний возраст жизни, он был там совершенно другим, и это просто, ну, как бы, ну, некая данность жизненная, что люди умирают, и, ну, мы там, по их кончине скорбим, ну, как бы, а что такого-то? И поэтому эти картины не продавались, он не был известен. А сейчас мы смотрим с меркой 21 века и считаем, что вот какой прекрасный художник. На самом деле нет, потому что, ну, творчество должно соответствовать тому времени, в котором оно живет. В том же... К чему я это? Я к тому, что в журналистике люди, которые начинают играть в нарратив, вместо того, чтобы отразить реально происходящее событие, они начинают конструировать, некую реальность, некую достаточно виртуальную часто, которая не соответствует тому, что происходит на самом деле. А говорить то, что все-таки действительно происходит, на самом деле достаточно. Важно. Для того, чтобы нарратив лучше заходил, продвигается концепция, что у вас, у всех, у зрителей, у читателей, у тех, кто читает наши ролики, смотрит наши ролики, читает наши новости, у вас же у всех критическое мышление, вы все умные люди, вы все можете понимать, оценивать то, что вы читаете. На самом деле, вовсе нет. Человек не может оценивать абсолютно все, что он читает. Человек не может быть специалистом по всему. Какие-то функции, верификатор информации на себя должен брать все-таки журналист. Журналист не должен брать на себя функцию рассказчика, функцию формирователя мнения. К сожалению, это происходит. Я приведу пример, как, собственно, работают следователи, люди, которые обличены полномочиями, но тем не менее вынуждены четко соблюдать правовые различные конструкции. 30 сентября был задержан 8-летний местный житель. В ходе личного осмотра мужчины в кармане куртки было обнаружено и изъято вещество. Никто не пишет сразу сходу, что у мужчины были изъяты наркотики или еще что-то. Было вещество, мы его нашли, мы его увидели. Окей, хорошо. Что мы дальше сделали? Мы дальше отправили на криминалистическую лабораторию, на криминалистическое исследование. оно показало, что оно является наркотическим средством. В этот момент мы уже можем писать, что действительно был задержан тот, кто владел наркотическим средством. Ну и если этот объем превышает определенный закон, то он значит с целью сбыта. У нас нету права изначально говорить о том, что это было за вещество. У нас нет изначально права говорить о том, при каких обстоятельствах все это было задержано. Лучше всего подождать протоколов. Но у нас регулярно оказывается ситуация, что если задержана какая-то знаменитость, и у нее вещество в бардачке машины, то нет, нет, подбросили, подкинули, там все такое. при том, что люди, которые общаются с полицией, они, в общем-то, отлично знают, что полиция далеко не всегда подкладывает, потому что ноги носят с собой. Опять же, к вопросу про познаваемость истории. Был такой президент США, наверное, про него все слышали, Джон Фиджеральд Кеннеди, которого убили. Кто его убил до сих пор не установлено, потому что даже нет юридической процедуры, в соответствии, с которой можно установить, кто его убил, потому что основной подозреваемый Ли Харви Освальд был убит через несколько дней, а в Соединенных Штатах нет процедуры расследования в отношении тех, кто уже мертв. То есть дело, по сути, даже не начали рассматривать именно юридически вследствие отсутствия подозреваемого. Есть некая публичная комиссия Уоррена, которая ходила, собирала всякие данные, в том числе пользуясь возможностями силовых структур, но выводы комиссии Уоррена оспаривались многожды. Многие им не доверяют. Была такая шутка в юмористической передаче одной «Собери доказательства убийства Кеннеди в своем городе и выиграй приз». Далеко не в каждом городе можно собрать доказательства убийства Кеннеди. Даже в Далласе, где, собственно, произошло убийство, этого сделать не смогли, намного ближе к месту события. Если вы интересуетесь очень сильно новостями, как читатель, или если вы вдруг стали журналистом, то вообще неплохо бы почитать книги про пиар. Есть старший Карамурза, который написал о манипулировании книжки, меня тут сегодня про нее спрашивали. В принципе, там очень много описано схем, как манипулировать читателями различных текстов. Основной механизм, естественно, когда читатель считает себя очень умным и все знающим, и ему дают какой-то факт, который чаще всего истолковывается простым, понятным, эмоционально незатратным способом. Почему фейки и манипуляции вообще удобны для читателей и для журналистов? Журналистам, с одной стороны, это все облегчает работу, потому что тебе не надо бегать, тебе не надо узнавать реальную картину событий. Ты можешь взять какое-то событие, снабдить его приятным аудиторией и заголовком, аудитория между собою раскидает этот заголовок по соцсетям, издание твое получит трафик деньги, аудитория, а ты не прикладывая усилий, выполнишь волю начальства, получишь зарплату. То есть на самом деле основным источником распространения фейков и манипуляции являются сами журналисты, к сожалению. Просто потому, что так проще работать. Нету другой мотивации в основном, потому что никто обычно не ходит и не платит деньги именно за то, что давай ты будешь манипулировать. Фейк и манипуляция это инструмент достижения каких-то целей кем-то вне этой сферы журналист, читатель, новость. ставится задача, она выполняется. Если у издания есть все-таки правильный подход с точки зрения журналистики, что любая новость должна освещена так, как она на самом деле произошла, неважно что, то тогда этот не работает. Но таких изданий сейчас меньшинство. Опять же, про экономику СМИ. Мне на предыдущей лекции задали вопрос, что в итоге может произойти со СМИ, которые сталкиваются с постоянными фейками, постоянными манипуляциями. Что в итоге они могут сделать? Я думаю, что если мы будем иметь вот такие СМИ с таким набором новостей, они все помрут. И туда ему дорога. Потому что сколько таких изданий нужно? есть там панорама, есть прим-медиа. Прим-медиа вы наблюдаете чаще всего в виде заголовков, если у вас андроид-телефон с рекомендованными новостями. Вам чаще всего прилетает прим-медиа, потому что они делают заголовки типа «Россияне снова потеряют деньги в Сбербанке». Если туда кликнуть, выясняется, что они их потеряют в том случае, если у них есть какая-то сберкнижка, и они эту сберкнижку сожгут, например. То есть вот такой степени осмысленности текста. Тем не менее, там хороший отклик, поэтому Google эту новость рекомендует. Это прим-медиа существует исключительно за счет этого трафика. я считаю, что чем больше СМИ будет считать, что таким образом можно обеспечивать свою беззаботную жизнь, тем больше СМИ попытаются это делать, и тем меньше на них на всех будет приходиться денег. То есть они в итоге помрут от бедности. Жадность ведет к бедности. Это вообще делают некую точечную работу, делают ее или за деньги, или имеют определенную хорошую репутацию среди рекламодателей. Кто-нибудь слышал про издательский дом Актион? Лес рук. Актион это издательский дом, делающий большие скучные журналы, выходят раз в месяц под названием генеральный директор, главный бухгалтер, финансовый менеджер и все это скучные практические издания, нужные в определенных своих отраслях. Они, на мой взгляд, правильные ребята, потому что они продают эти журналы дорого, там около тысячи рублей стоит каждый выпуск, каждый месяц. Они полезные, они все фактурные, то есть на любое утверждение о том, как работает та или иная налоговая схема, у них есть или ответ налоговый, или пример использования законодательной базы от какого-то крупного игрока, который рискует миллионами, а то и миллиардами, если он примет неправильное решение. И такое издание будет жить, потому что у него вполне нормальные доходы, и оно полезное, оно нужное, и на его нишу мало кто зайдет. То есть оно всегда будет получать эти деньги от людей, которые занимаются бизнесом. Немножко про манипуляции как вообще воздействующий системный фактор. Я сталкивался с тем, что журналистов пытаются вербовать. Вообще вот до 24 февраля этого года это не замечали особо. Мы считали, что какие-то очень разные подходы к освещению одних и тех же событий это эффекты свободы слова. Что одно издание может писать про некое событие одно, а другое другое. Потому что у них такие разные взгляды. На самом деле лично я сталкивался с попыткой завербовать меня на правильную сторону СМИ несколько раз в своей жизни. Мне просто говорили, что возили в офис Радио Свобода в Праге на заре моей карьеры, когда я был никто, звали никак. Я общался с Петром Вайлем, это известный диссидент, который ныне умер. И он на голубом глазу всей нашей группе рассказывал, что мы делаем то, что приводит страны к управлению теми политическими силами, которые угодны США. При том, что изначально Радио Свобода финансировалась ЦРУ, когда этот скандал всплыл, финансирование было переключено на другие внебюджетные фонды. Но вообще политическая задача, скорее всего, осталась. Это некий фактор, с которым я жил больше, чем десятилетия, но вот сейчас мы живем в очень интересное время, когда видно разделение СМИ по тому, за кого они сразу так или нет. И середины практически не существует, потому что, например, если приводить пример с чеком, который оказался недостоверным, он не интересует проукраинские СМИ, потому что, ну, что там рассматривать, это просто для них это не событие, для россиян тоже как бы не очень. Кто-то там распространяет какие-то фейки, зачем это нужно, никто это освещать не хочет, но может быть, блогеры какие-то напишут, кому это интересно. А про системный фактор могу отметить следующее, что людям постоянно на голову капают о том, что власть скрывает, что власть нехорошая, что власти с вами неправильно обращаются. Тут выделена цитата про теракт на Дубровке в начале нулевых. По официальным данным погибли 130 человек из числа заложников в утверждении общественной организации Норд-Ост погибли 174 человека. Вот список с самой организацией Норд-Ост. Там вначале упоминается 5 человек, которые погибли случайно, и еще 125, которые вошли в список умерших в результате действий террористов. Итого 130. Это напомнит список самого Норд-Оста. Если тут 130, Норд-Ост говорит, что погибли 174, никого ничего не смущает и список поименный. Ну я сразу дам ответ, потому что со временем не очень у нас. Ответ очень простой, что если список поименный и в нем 130 человек, а вы говорите, что 174, то у вас разница 44 человека. Пожалуйста, дайте хотя бы одно имя, которого нету в этом списке. За 20 лет почти этого имени никто не дал. А цитата про то, что есть некая официальная позиция, а есть некая расходящаяся с ней неофициальная до сих пор гуляет, я ее увидел в частности на сайте Реа Новостей, откуда собственно и полез искать, откуда она вообще взялась. И таких примеров редактирования википедии много, я не знаю, ведется ли целенаправленно, потому что доказать это тоже как бы надо, но я предполагаю, что если есть некие задачи по разочарованию россиян тем местом, где они живут, то есть наверное исполнители и те, кто этим занимаются. и они не они не не они не Продолжение следует...